Добрый вечер, господа! Это Финам.фм. У микрофона Юрий Пранько и ежедневная интерактивная программа «Реальное время». Напомню, в самом начале средства коммуникации. Многоканальный телефон 6510996, код Москвы, 495 для звонков, соответственно. Финам.фм – это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция, то есть телезрители уже видят моего гостя в студии Финам.фм. У нас сегодня будет интересный разговор, интересная тема и очень интересная собеседия, к которому, например, Евгений из Петербурга прислал следующее письмо. Прогноз относительно реакционности политики нынешнего президента стал реальностью. Теперь остается лишь один вопрос. Сколь долго продлится это застойное состояние? У нас сегодня в гостях Андрей Ларионов. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер нашим радиослушателям. Как ответить Евгению из Петербурга? Как долго? Нет, сколь долго продлится это застойное состояние? То есть речь идет о том прогнозе, который вы дали в декабре прошлого года в моей программе. Это был очень нашумевший эфир, реально. На многих тогда произвело это впечатление, потому что у людей еще были, в том числе и у вашего покорной услуги, иллюзии, что здравого ума хватит, что люди настолько прагматичны, что не будут лететь в тартарары. Но, по всей видимости, Андрей, вы оказались правы. Я напомню, что мы тогда здесь, в студии, вместе с вами и благодаря вам обсуждали варианты возможного развития событий в политической сфере. И тогда мы говорили о трех возможных сценариях. Собственно говоря, эти три возможных сценария обсуждались и в целом в публичной сфере, ну и мы тоже их называли. Три возможных варианта. Некоторые люди тогда надеялись на возможную некоторую либерализацию и демократизацию. Второй вариант был, что произойдет решительный перелом в пользу ухудшения политической ситуации. Радикальная радикализация насилия и террористических методов. И третий вариант, на котором я остановился больше и старался привлечь внимание, что, скорее всего, будет вариант постепенного удушения остающихся полусвобод и удушения организаций и лиц, которые представляют реальную или даже потенциальную альтернативу. Прошедшие месяцы показали, что этот третий вариант, которому я давал тогда максимальную вероятность, собственно говоря, и реализуется. И мы все знаем, что происходит, что происходило в последние месяцы и что, очевидно, будет происходить и в дальнейшем. То есть вы оставитесь при своей позиции, но так и не ответили на вопрос Евгения. Как долго? Как долго? Или сколь долго? Сколь долго. К сожалению, значит, однозначно ответить на этот вопрос нельзя, потому что прогнозировать любые события, в любом случае трудно, но можно прогнозировать направление. Что касается временных периодов, это гораздо сложнее. Но, учитывая, скажем так, плохой бэкграунд нашей истории и учитывая, скажем, тот потенциал, который есть сейчас у нынешнего политического режима, не исключено, что это может длиться достаточно долго. Но, с другой стороны, также не исключено, что это может и закончиться достаточно быстро при определенных условиях. Прогнозировать это практически невозможно. А что это за условия, Андрей? Я хотел бы просто привести такой пример, сравнение. В политологической науке в течение, наверное, последнего полувека, в мировой политологической науке, абсолютно тупиковым регионом мира, от которого ничего хорошего ожидать нельзя, регионом, в котором никогда ничего не происходит и произойти ничего не может, в течение этого полувека считался Ближний Восток. Исламский Ближний Восток, причем даже не просто исламский, а арабский Ближний Восток. Потому что политическая культура в арабских странах по международным сопоставлениям оказывается гораздо менее склонна к свободе, к демократии, к либерализму, к динамике, к предприимчивости, к предпринимательству, чем политическая культура даже других мусульманских стран, не арабских. И, кстати говоря, по этим показателям два региона мира очень похожи друг на друга. Это арабский Ближний Восток и постсоветское пространство, за исключением Балтийских стран, Молдавии и Южного Кавказа, за исключением Азербайджана. А вот просто два таких почти региона близнеца, но не совсем близнеца, но они очень похожи. Все остальные регионы довольно существенно отличаются. И вот в течение, по крайней мере, этих пяти десятилетий считалось, что в этом регионе ничего не может происходить и не произойдет, но мы видим, что происходит. Но то, что происходит, опять-таки нельзя оценивать это однозначно с точки зрения со знаком плюс или с точки зрения со знаком минус. Это сложные процессы и в зависимости от точки зрения их можно оценивать по-разному. Но мы видим, что даже после этих пяти десятилетий списывания этого региона, оказывается, и там могут происходить тектонические сдвиги. Поэтому в нашей стране и вообще в нашем регионе тоже не исключены события, хотя надо отдать должное, что тот политический режим, который находится у власти в нашей стране, является в большой степени уникальным. Это даже не те авторитарные режимы, которые находятся у власти в арабских странах. Вы говорили о том, что это победа госбезопасности. Это прецедент, фактически созданный в мировой истории. — Совершенно верно. По крайней мере для крупной страны, для среднеразвитой страны в 20-21 веке нет другого примера, чтобы корпорация спецслужб приходила бы к власти и держала бы власть. Военные режимы — да, семейные режимы — да, партийные режимы — да, этнические режимы, как, например, в Сирии или группы какой-то секты или, так сказать, национального меньшинства — да, такое есть. А вот чтобы приходила к власти корпорация спецслужб, такого действительно не было. Поэтому это добавляет сложности в прогнозировании того, как долго это может продолжаться. Мы видим, что это люди очень неглупые, в своем деле, можно сказать, талантливые, изобретательные, предприимчивые, в то же самое время обладающие колоссальными ресурсами, финансовыми прежде всего, которые подпитываются колоссальными нефтяными и газовыми доходами на уровне примерно одного миллиарда долларов в день. Вот поэтому, когда там говорят про какую-то там оппозицию, которая якобы или что-то собирается получить какие-то там что-то от кого-то в размере каких-то там десятков тысяч долларов, значит, в течение месяца, это просто настолько смешно, потому что зарплаты какого-нибудь, точнее, дохода какого-нибудь депутата-единоросса из какой-нибудь, условно говоря, тульской губернии превышают ежемесячно и составляют десятки миллионов долларов. Очень хорошо поправились, что действительно не о зарплате, а о доходах идет речь. Да, так что, значит, это просто не сопоставимо. Так вот, возвращаясь к тому феномену, который мы имеем в нашей стране, очень много факторов, конечно, говорит о том, что это такой специфический режим, он уникальный режим. И к тому же еще очень важная вещь, у него есть тот ресурс, которого не было у советского режима. У него есть поддержка на Западе. Вот это очень важная вещь, потому что традиционное представление о том, с которым, кстати говоря, многие выросли в нашей стране, что вот есть борьба между там Советским Союзом и Западом. Сейчас, кстати говоря, этот же режим пытается создать этот миф о противопоставлении России и Запада. На самом деле, очень многие политические и экономические бизнес-элиты поддерживают нынешний режим прочнее, чем очень многие внутри страны. И некоторые известные и политические деятели, и бизнес-деятели хорошо известны, и гораздо менее известны те финансовые и экономические связи, которые поддерживают наш политический режим со стороны Запада. А чем же так они мотивированы? Вы знаете, это не новое слово, потому что... Это деньги? Запад также поддерживал очень часто и режимы в Египте, и в Ливии, и в Тунисе, а в свое время в Иране. Действительно, и в Ираке поддерживали в течение длительного времени. А в нашем случае, поскольку это деньги совершенно другого порядка, совершенно другие возможности, то, конечно, достаточно посмотреть на администрацию Обамы. Это, казалось бы, крупнейшая страна, которая провозглашает многие правильные принципы, но в практической деятельности действует в максимально возможной степени как союзник нынешней российской администрации. И не случайно, что администрация Обамы сделала все возможное для того, чтобы закон, точнее, акт Магнитского так и не был принят. Собственно, в течение последнего времени, почти года или полутора, администрация Обамы в лице своих лучших голов, перьев и представителей достаточно успешно торпедировала принятие акта Магнитского Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Поэтому наша ситуация является далеко не столь простой и далекой от такой дихотомической черно-белой картины, которой, с одной стороны, мы привыкли по советским годам, а с другой стороны, от той картины, которую пытаются навязать пропагандистская машина современного режима, на самом деле, под прикрытием которой, собственно говоря, они проворачивают массу своих сделок и поддерживают очень добрые, устойчивые отношения. Это Андрей Ларионов. Он сегодня в реальном времени на Финам.ФМ. Сейчас краткий выпуск новостей. Пока он идет, вы направляете свои письма на финам.ФМ. Можете пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере. После новостей продолжим. 19 часов 18 минут. Это реальное время. Финам.ФМ. Сегодня у меня в гостях Андрей Ларионов. 65 10 99 6. Код Москвы. 495. Многоканальный телефон. Финам.ФМ. Наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Пишите, звоните, участвуйте в разговоре. Я думаю, Андрей с удовольствием поотвечает на ваши вопросы. Страна отметила 60-летний юбилей господина президента. Может быть, я один из немногих, кто его не отмечал в силу того, что у меня был более важный повод праздновать в этот день. Но я абсолютно без ерничества, вот сегодня вернувшись, что называется, в информационное поле, Андрей для себя открыл, что, например, министр культуры России может написать о том, что Путин действительно первый правитель России после Николая Романова, пришедший к власти стопроцентно законным путем. Или другой вариант, когда член Единой России Ольга Каштановская в своем аккаунте в фейсбуке пишет о том, как ей замечательно отдыхается. И вот эта вся иностранная свора, да, она теперь нас обслуживает, нам есть чем гордиться. Ну, я полистал, посмотрел, я честно скажу, я осознанно ухожу вот в такие дни, когда есть приятные поводы для меня, да, от вот этой всей информации. Но вернувшись сегодня, я понял, что, в общем-то, торжество прошло и достаточно высоко. Фильмы сняли, чуть ли не 7 дней президента, я так понимаю, показали, как он там холодильник открывает, еще что-то делает, да. Но я вам, вот смотрите, я сегодня поймал себя на мысли, когда смотрел Евроньюз. Этот канал, уважаемый европейский канал, тиражирует российскую пропаганду, которая утверждает, что 72% россиян, это данные ФОМА, одобрительно относятся к политике господина Путина. Я считаю, что это ложь, но у меня нет фактов подтверждающих, потому как хотя бы на президентских выборах он получил значительно меньший процент, но, по всей видимости, либо мы, россияне, перегрелись за минувшее лето, либо он действительно что-то такое сделал за эти месяцы, что резко подняло его рейтинг. Андрей, вот ваш взгляд на происходящее, я хочу понять, вы все-таки, я постоянно, когда вы ко мне приходите, пьяняю, что вы с ним близко работали, да. А вот что происходит? Тут несколько тем, поэтому я коротко отвечу по некоторым, и дальше мы можем разговаривать. Значит, первое. Я действительно, видимо, немного его знаю, поскольку мы некоторое время работали вместе, и мне, как человеку, достаточно близко его знавшему в течение некоторого времени, должен сказать, особенно видно та эволюция, точнее скажу, деградация, которая происходит с ним. И в данном случае, оставляя в стороне то, что сделано, как к нему относятся, вот просто зная его просто как человека, мне грустно за него, лично просто за него, потому что на глазах просто происходит деградация, разрушение личности. При всех проблемах, которые можно было предъявить к нему в 99-2000, в начале 2000-х годов, тем не менее, это был человек, который был достаточно нацелен на достижение определенных разумных целей, в том числе на осуществление экономических реформ, хотя они, правда, в то же самое время осуществлялись политическим, разрушением политической системы страны, демократической системы, разрушением прав человека, тем не менее, какие-то позитивные идеи там были, он последовательно их осуществлял. Сейчас ничего этого нет. Сейчас есть другое желание, есть желание сохранить свою власть, и есть какое-то такое совершенно вот ликвидирована система реагирования на нормальные раздражители. И это на самом деле просто, это трагедия его собственная, потому что он не видит и не слышит, что говорят другие люди. Он воспринимает это как будто, значит, кто-то там заговор, либо внешний, или внутренний. Это просто вот, просто на глазах всей страны, и не побоюсь этого слова, на глазах мира, просто происходит разрушение личности человека. Тем более, поскольку это не просто человек, но это просто человек, который занимает руководящий пост в нашей стране, обладает огромными властными полномочиями. Это не только печально, это опасно, потому что его восприятие окружающего мира, восприятие сигналов из окружающего мира оказывается ложным. Его реакция становится абсолютно ложной, собственно говоря, что и показали, и показывают огромное количество примеров из нынешней жизни. Вот, и один из них, о котором вы уже сказали, это празднование 60-летия. Вот, я думаю, что все-таки не вся страна праздновала, далеко не вся страна, и это показывает, что, в общем, страна, хотя и подвергается очень серьезному такому разложению, сигналам разложения и коррупции, которые идут сверху, тем не менее, здоровые силы все-таки сохраняются. Я пытался вспомнить, чьи 60-летия отмечались государственным или квази-государственным образом. На памяти мне, по крайней мере, приходят, значит, вот Сталин и Брежнев. Ну, это, видимо, значит, вот Владимиру Путину очень хотелось оказаться в ряду этих граждан, и он там, собственно, оказался. А российский канал вчера чуть ли не специальный там репортаж посвятил тому, в чем господин Путин похож на Сталина, в чем он не похож, и в чем он гораздо лучше, чем Сталин. Вы что? Подождите, Андрей, я не смотрю этот канал. Наверное, это мое упущение. Я вообще российское телевидение не смотрю. Вы знаете, Юрий, я тоже не смотрю, но вот вчера как-то вот у меня был такой какой-то момент, я говорю, давно я не смотрел, дай-ка я взгляну. И вот сразу я напоролся на российский канал, на еженедельные передачи. Они на полном серьезе здесь сравнивали? Более того, это же не просто они сравнивали. Если, может быть, вы помните, был такой журналист Дмитрий Киселев, который еще в конце 80-х... На Украине делал проекты, значит, по продвижению новой Украины после оранжевой революции, приближение к Европе, интеграция в Европейский Союз, в НАТО, значит, создание современной либеральной страны и так далее. Вот он вернулся, он сейчас, по-моему, замдиректора ВГРТК и ведущий этой самой передачи. И, я цитирую, говорит, вот давайте будем загибать пальцы. И стал, значит, вот говорить... Российское телевидение деградирует вместе с Путиным. Вот. И это, видимо, очень заразная болезнь, которая распространяется по всем направлениям. Но, видимо, журналистов государственных каналов она затрагивает прежде всего. Ну и там просто те фразы, которые там... Это просто на цитату можно разрывать. Россия сегодня самая свободная за всю свою историю. Или там, значит, вот на праздничный десерт Владимир Путин получил, значит, своего врага, последнего своего идеологического врага Михаила Саакашвили. Вот когда еще такой празднично-десертный каннибализм, значит, вещался у нас из государственных телерадиоканалов. И это просто показывает степень, скорость, направление деградации, которая происходит вслед за одним человеком в всей стране. И, конечно, это заставляет задуматься о том, в каком направлении скорость... Я с вами соглашусь, что это не просто печально, это очень опасно становится. Да. И здесь же, поскольку меня спросили по поводу уровня поддержки, опыт уже показал. И, собственно говоря, сейчас это практически не оспаривается в политической социологии, тот факт, что опросы общественного мнения в авторитарных странах не дают объективной картины. Зачем Евраньюз это вранье передает на европейский континент? Ну, в этом задача, просто эта задача, это... Каждый занимается тем, за что платят. Это программа, это пропаганда соответствующая. Но здесь просто важно понимать, например, если сегодня провести опрос общественного мнения, скажем, Северной Кореи. Кто может быть лучшим лидером Северной Кореи? Мы можем... Чем внук Кеммерсена. Да. И мы можем даже никаких контролеров не устанавливать, и самая независимая социологическая служба получит соответствующий результат. Что это означает? Это означает, что общество, подвергнутое в течение длительного времени тоталитарному или авторитарному промыванию мозгов, а претерпевает просто искажение в национальной психологии, в национальном сознании. Происходит такое изуродование. Просто в данном случае вообще мы все, вышедшие из тоталитаризма, наше все общество, оказались сильно изуродованы в понимании того, что правильно, что ложно, как надо поступать, как нельзя поступать. За какие-то несколько лет мы пытались из этого состояния выйти. Какие-то шаги были сделаны, это действительно было так. Но последние 12-13 лет погружения в новый авторитаризм приводит к тому, что появляются новые поколения, новые люди, которые уже воспринимают то, что происходит, как должное. А некоторые ветераны, как мы видим на примерах отдельных журналистов, отдельных государственных каналов, осуществляют этот процесс гораздо быстрее, чем даже юное поколение, которое не имело каких-то альтернатив. Да, мне коллеги, с которыми я периодически встречаюсь, я называю эту компанию «Она сидит на яме», но это все понимают, о чем идет речь, ВГТРК действительно сидит на яме, то есть вот этот район. А они мне рассказывают о том, как восхитительно один из пропагандистов нынешнего режима отдыхает в Италию, какой у него рабочий день и так далее, как в рабочей неделе выстраиваться. Мне на самом деле без разницы, Андрей, но ведь они нас учить жизни хотят. Вот это меня больше всего и возмущает. Хотите вы жить в Италии? Живите. Хотите вы там иметь детей, любовниц, жен, в Лондоне, я не знаю, там в Британии или во Франции, в Италии? Вы зачем нас учите, как жить? Но ведь, к сожалению, львина эта доля людей ведется на это. И с большим удовольствием ведется. Я спрашивал у тех же социологов, эффективна ли пропаганда? Они мне в унисон сказали, да, очень эффективна. Вот это, кстати, интересный результат, потому что еще буквально 10 или 15 лет тому назад никто не думал, что это будет таким эффективным. Идея, с которой лет, наверное, 40 существовал западный мир, и, кстати, очень многие в нашей стране, заключалась в том, что причина такого тяжелого искажения сознания, массового сознания в нашей стране, заключается в наличии железного занавеса. Ну, благодаря тому яркому образному выражению, которое Уинстант Черчилль произнес в своей фултонской речи. И тогда многие считали, что разрушение этого железного занавеса, уничтожение его, открытие окна на Запад и на Восток, обмен информацией, обмен книгами, публикациями, журналами, тогда еще никто не говорил об интернете. Сейчас, тем более с интернетом, это стало в несопоставимом количестве раз более доступным, возможным путешествие людей на Запад и с Запада к нам, учеба людей на Западе и так далее. Вот эту проблему решит. Люди увидят, как люди живут других, наши люди увидят, как живут люди на Западе, на Востоке, на Юге, в каких-либо других странах, и, по крайней мере, из сопоставления этой жизни сделают соответствующие выводы. Это традиционная такая стандартная точка зрения, выросшая из эпохи Холодной войны. И поначалу, если мы вспомним разговоры, которые были в конце 80-х, начало 90-х годов, какова ваша программа? Очень многие говорили, максимальное количество людей надо послать на Запад, учиться в университетах, обучаться на курсах, получать учебники, получать информацию. Люди приедут, и как во времена Петра, значит, они принесут знания не только о том, как работает техника, но как работают политические институты, как работают гражданские институты. Что потом повторялось с поколением декабристов, которые, значит, вот после 1812 года прошли Европу, посмотрели, как люди живут в Германии, как живут во Франции, и с этими идеями свободы, демократии, открытости, значит, началось это движение. Вот эти исторические примеры, исторические примеры, даже в чем-то, даже, я не побоюсь этого слова, большевики, которые там жили, или, по крайней мере, не все большевики, не большевики, а часть революционеров, или часть там тех, кто участвовал, по крайней мере, в февральской буржуазной революции 17-го года, многие идеи чарпали тоже на Западе, потому что многие жили в эмиграции от Российской империи. И вот эти три примера массового заимствования идей на Западе в начале 18-го века, в начале 19-го, в начале 20-го века, сейчас, в начале 21-го века, не повторяются. Не работают. Они не работают. То есть, да, люди видят, как живут люди на Западе, и импортируют. Что импортируют? Импортируют вещи хорошие, интересные, качественные, дорогие, за которые можно заплатить высокую цену, в том числе и очень дорогие. И, может быть, сейчас даже деньги позволяют покупать чуть ли не самое лучшее. Заимствуют технологии, но не заимствуют политические институты. Вот почему это происходит, поговорим сразу после выпуска новостей. 19.33, здесь Андрей Иларионов в реальном времени, 65.10.99.6, и финам.фм, наше средство связи, на портале идет прямая веб-трансляция. Капитану сразу отвечу. Отвечу, он пишет, это не тот Киселев, который на Украину уехал. Да нет, это тот Киселев, это Дмитрий Киселев. Мы с Андреем абсолютно понимаем, о ком идет речь. Он-то вернулся, а вот Женя пока еще там остается. Но уехали оба Киселева, только Евгений остался на Украине, продолжает там работать в качестве тележурналиста, тоже ведет интересную программу. А Дмитрий Киселев, который там поработал несколько лет, вернулся сейчас в Россию и делает то, что сейчас делает. Это было небольшое уточнение. Андрей, так почему не работают? Значит, здесь, конечно, это интересная тема, ее обсуждать нам хватит не одной передачи. Но придется лаконичнее. Да, вот сегодня в Твиттерах и в социальных сетях одним из лидеров является сообщение, комментарий к сообщению Ольги Крштановской, которая оказалась в пятизвездочном отеле на Кипре и делится своими впечатлениями. Я не буду пересказывать, потому что, видимо, многие ее это уже видели, читали и даже комментировали. Но смысл заключается в том, что вот лежу я сейчас у голубого бассейна, в пятизвездочном бассейне, как настоящая такая бароня, и за мной ухаживают, за мной прислуживают, значит, вокруг меня там бегают, мне прислуживают, значит, меня возят. И такие, и такие, в том числе даже наши собственные вот иммигранты, которые уехали раньше. И вот я наслаждаюсь этой жизнью. Это действительно, там уже прокомментировали, это гениальный пост, потому что он отражает мировоззрение. Мировоззрение, видимо, значительной части, я не буду говорить какой, но значительной части наших граждан, которые воспринимают успех в жизни как возможность превращения в барыню или в барина. Когда за мной будут, значит, меня будут обслуживать, меня будут там обихаживать, значит, мне будут прислужить, я буду господином, а остальные будут слугами и рабами. Крепостными. Если посмотреть на то, как многие наши соотечественники, сограждане выезжают за рубеж, точнее, то, что за рубежом говорят о наших соотечественниках, говорят, что никто не ведет себя так безобразно, как наши соотечественники. Их сравнивают, вот с кем угодно поговоришь. Самые, да, говорят, русские сейчас занимают лучшие отели, пятизвездочные, там, Георг V в Париже, там, самые дорогие в Лондоне, в других местах. Говорит, как они себя ведут? Говорит, так, как ведут себя вот эти богатые, не все русские, естественно, а вот те, кто туда, так себя не ведет никто. Ну, говорит, похоже, вели себя арабские шейхи 30 лет тому назад, но сейчас даже они так себя не ведут. Что отмечают? Они не видят в тех людей, которые, в людях, которые окружают их, людей. Они воспринимают их как рабов, как прислугу, как слуг, как крепостных. И вот это, видимо, какая-то наша черта, которая выросла из нашей собственной истории. Независимо от того, какое-то твоим было происхождение, кем ты начинал, как быстро или как долго ты к этому шел, но когда люди занимают какое-то определенное положение, какой-то статус, благосостояние, вот это желание, оно не имеет, проявляется в том, что комплекс барина. И этот комплекс барина, который, видимо, имеет какие-то корни в российской истории, он проявляется вот и в наших властях, которые, да, вот у нас теперь есть власть, мы теперь баре, мы теперь создаем свою касту, и эту касту мы теперь будем защищать всеми возможными силами, от денег до оружия, до отрядов ОМОНа и так далее. Есть опасность, что вот придет другая команда, значит, у нас там в 90-е годы была одна команда, значит, сейчас она постепенно изменилась, хотя они очень тесно связаны, одна переросла в другую, но повтор тот же, но только на еще, на другом, на более высоком уровне. Есть опасность, что такой этот заколдованный круг, что кто бы не приходил на смену, пытался бы воспроизводить вот этот самый комплекс барина. В этом смысле, одной из таких стратегических задач для нашей страны заключается в том, чтобы выйти из этого кода ложного, очень опасного, очень вредного и совершенно несовременного кода, которого, кстати говоря, очень трудно встретить по всему остальному миру, опять-таки, за исключением, я бы сказал, арабского Ближнего Востока. Абсолютно ущербного по своей сути. Это попытка, вот в любом месте, ты только приподнял голову, и ты уже превращаешь своих окружающих в некое подобие слуг и рабов. Мир, по крайней мере, западный мир и даже и восточный мир, восточный мир, который сейчас поднимается, поднимается очень быстро, занимает свое место, они выросли на другом, они выросли на юридическом равенстве всех граждан. Каждая страна, каждое общество шла к этому своим путем. Можно идти тем путем, каким шла, например, Британия, или скандинавские страны, или Германия, или Соединенные Штаты Америки. По-другому это происходило в Японии, по-другому это происходило на Тайване, в Южной Корее. Сейчас происходит, несмотря на коммунистическую партию в Китае и во многих других странах, но это страны, общества, регионы, в которых каждый человек все равно рассматривается как юридически равным другим людям. Для нас это еще точно не сегодняшний, а завтрашний день. И поэтому для всех тех, кто к этому стремится, в частности, сейчас у нас идет работа по выдвижению, уже, собственно, выдавалась, идет голосование, идет кампания по формированию Координационного Совета Российской Оппозиции, к этому процессу выдвигается немало претензий. И то сделано не совсем так, это не нравится, и там какие-то непонятные люди пришли, участвуют в дебатах, и говорят, «О, Боже мой, какой уровень?» Это уровень нашей страны. И вот здесь вот как раз демонстрация того, что все люди, независимо от того, у кого какое прошлое, у кого какие заслуги, были они или не были, были заслуги в этом или в другом, мы все граждане одной и той же страны, у нас всех равные юридические права. Мы все, независимо от того, откуда мы пришли, с каким багажем мы пришли, мы участвуем наравне в тех же самых процедурах, мы участвуем наравне в тех же самых дебатах. Да, у другого человека другие взгляды, да, у другого человека другой опыт, да, но мы все в этом отношении равны. И не мы определяем, кто набирает больше голосов, кто набирает меньше голосов, кто получает, поддержку не получает. Это решают люди, те избиратели, которые смотрят эти дебаты, которые высказывают свое мнение и которые отдают свои голоса. Не те люди, И я надеюсь, что, по крайней мере, сейчас этот процесс идет, я надеюсь, что этот процесс сохранится, эти процедуры сохранятся. Кто бы не вошел в координационный совет, я хотел бы надеяться, что эти люди окажутся достаточно разумными для того, чтобы вот этот элемент юридического равенства, гражданского равенства сохранить, независимо от чего. Только в этом случае есть реальный шанс, что этот координационный совет станет действительно ступенькой к формированию, не просто, так сказать, вот там мы будем, значит, критиковать власть или там, значит, организовать какие-то акции, но это будет действительно орган кристаллизации нового права, нового российского права, права новой свободной России. Свободную страну, свободное общество могут формировать только свободные граждане. А свободные граждане, это граждане, которые уважают самих себя и уважают всех других граждан. И не применяют по отношению к ним ни насилия, ни мошенничества, тем более не стараются превратить их в рабов, слуг, крепостных. Это важный момент, но вот смотрите, Юрий пишет, уважаемый Андрей Николаевич, как вы считаете, верхушка вне системной оппозиции разгромлена, вопросительный знак, да, то есть не утверждение, а вопрошения какие-то они сейчас беззубые. Почему они сейчас только оправдываются? Надо наступать и действовать, проводить разъяснительную работу против так называемых патриотов, членов Единой России, их сторонников, которые сами учатся за рубежом, имеют недвижимость и средства за границей, руководят фирмами и так далее, и так далее. Вот на ваш взгляд, действительно, сейчас, опять-таки, вот я не понимаю, что значит верхушка вне системной оппозиции, но я примерно догадываюсь, речь идет о тех, в том числе, людях, часть из них, которая идет и в Координационный совет, вот на выборах. Знаете, я не знаю, что такое внесистемная оппозиция, я не знаю, что такое верхушка вне системной оппозиции, я не знаю, что такое разгромлено. Я знаю только вот что, что такой стратегической задачи для нашей страны, именно не тактической, вот не формирование Координационного совета, это важная, но тактическая задача. Успех этого тактического дела будет только в том случае, если это тактическое дело будет работать на достижение стратегической цели. Стратегической цели, стратегической проблемой нашей страны, мы об этом немножко уже говорили, является вот это наличие, вот там у нас говорят, вертикаль власти, у нас на самом деле эти вертикали во всем обществе. Вот достаточно только приподняться, это уже создает какую-то вертикаль и хочет воспринимать себя выше, чем свои сограждане. Вот важно сломать, или по крайней мере начать ломать это представление, потому что если это представление, если это ощущение, и если поведение в соответствии с такими представлениями не изменится, мы так и будем воспроизводить каждый раз, через пять лет, через десять лет, с уходом одного, со свержением другого, мы будем воспроизводить ту же самую модель. Модель... Очередную бароню или очередного барина? С крепостными. Абсолютно. Вот это надо ломать. Раньше или позже. Чем раньше мы это сломаем, тем раньше мы действительно сможем прийти к другому типу общества. Общество, которое только имеет шанс на выживание в современном мире. И проблема заключается не в том, что распадется Россия, не распадется Россия. На фоне реальных проблем, распад России или там не распад России, это совершенно другого уровня проблема. Мелкая проблема. Проблема в нашем обществе. Проблема в обществе, которая не способна воспринимать другого члена этого общества, другого гражданина в качестве равного самому себе. И каждый раз, когда я слышу или читаю или вижу там, когда говорят, да как вы могли сесть за один стол с таким-то, да как вы там участвуете там, да там, оказывается, вот кто участвует. Вы говорите, ну и что? Он имеет право, да? Он имеет право. Он имеет право, он гражданин нашего общества. Да, у него другие взгляды. Некоторые его высказания могут нам показаться странными. Некоторые являются совершенно неприемлемыми. Да, но он гражданин нашего общества. Вы выходите на дебаты, вы выходите на дискуссии, вы выходите на обсуждения и доказывайте, что ваша точка зрения лучше, точнее, правильнее, эффективнее. Если вы это не можете доказать, если вы только сидите на печи и говорите, что да я такой умный, я такой великий, а я вот с таким не пойду. Ну хорошо, тот, кто выйдет, тот и будет завоевывать это пространство. Абсолютно. Сейчас краткий выпуск новостей, затем ваши письма и звонки Андрею Илларионову в реальном времени на 65 10 99 6, код Москвы 495, письма на финам.фм. 19.47, реальное время, сегодня у меня в гостях Андрей Илларионов, 65 10 99 6, код Москвы 495, телефон финам.фм. Сайт в интернете, там же идет и прямая веб-трансляция, кроме того, можете писать и в мой личный аккаунт в Твиттере, вот как раз о Твиттере. Андрей, Валерий Крючков пишет, какая, цитирую письмо в подлиннике, да, без редактуры, какая позиция Леша, Ксюша и Сережа, хрень полная, шансов нет, 65 тысяч избирателей за 4 дня до голосования, офигеть какой процент. Вот я вам прочитаю, я не знаю сколько лет, да, но это чувствуется, человек, который по крайней мере слушает мои программы точно, и значит ему точно не безразлично, что происходит. Что вы ответите господину Крючкову? Значит, во-первых, до голосования 20-21 августа 12-13 дней, не 4, во-вторых, 65 тысяч человек, это не мало, это люди, которые действительно пришли, зарегистрировались, которые представили соответствующие документы, паспорта и которые уже действительно участвуют в голосовании. Это немало. Никогда в истории страны, внимание нашим слушателям, никогда в истории нашей страны, России, никогда не было такого, чтобы гражданские активисты, политические активисты, не связанные никоим образом с государством, взялись, организовались и стали создавать процесс выбора каких-то людей, которые бы представляли эти интересы. Точнее, я должен внести поправку. Последний раз это произошло в 1612 году, точнее в 1611 году, когда другие граждане в городе Нижнем Новгороде собрались, гражданские активисты, политические активисты, потом были там военные активисты, взяли некоторое количество оружия и потом пошли свергать государственную власть в городе Москве. Но вот за последние 400 лет не было примеров того, чтобы ни русский царь, ни российский император, ни генеральный секретарь ЦК КПСС, ни президент Российской Федерации, ни власть, а сами граждане создали бы такой механизм, постарались бы сделать его максимально прозрачным, максимально открытым, дали бы возможность для всех, кто хотел бы в этом участвовать, включая наш, кстати говоря, корреспондент, который вместо того, чтобы писать твиттер, взял бы, пошел бы говорить, тебе не нравится, кто там тебе не нравится, Ксюша, Сережа, Алеша, хорошо, двигайся сам, тебе они не нравятся, ты считаешь, что это их лучше, вперед, выходи, выдвигай свою программу, рассказывай, почему ты лучший, и Ксюша, и Леша, и Сережа вместе взятых. Люди послушают тебя и скажут, ты нравишься больше или меньше, иди и делай это, тебе они не нравятся, кто тебе нравится. Значит, мы живем в нашем обществе, и, как говорил другой известный персонаж, других писателей у нас нет. Да, вот у нас такая страна, у нас такие вещи, да, вот, да, значит, у нас такие, хорошо, что вы хотите? Ну вот смотрите, о россиянах, да, я систематизирую сейчас, обобщу просто несколько вопросов и несколько писем, но смысл так вот, в частности, Михаил из Москвы пишет, А как вы думаете, российское общество в целом готово к равенству и принятию на себя персональной ответственности за свои решения, например, на выборах? Это вопрошение, да? Еще одно письмо, Владимир пишет, Юрий, но кто же это будет прививать граждан не желать чувствовать себя баринами, если people не хочет? Вот, вопросительный, правда, знак, так долго внушали, внушили жить под девизом, лишь бы не было войны, что народ рад жить так и и так далее. Смысл такой, что у части слушателей реального времени есть мнение о том, что группа людей, причем речь идет о большинстве россиян, не готова быть самостоятельными. На самом деле, мне притят подобные письма, потому что я задам вопрос Михаилу или Владимиру, или кто еще писал подобные письма, я думаю, они-то сознательные, да? Вот, Андрей, что это за дуализм? Такое мнение, что есть часть общества туповато-глуповатая, которая не хочет на себя брать никакой ответственности. Нет, ну, во-первых, значит, просто люди, видимо, не до конца понимают, о чем идет речь. Подавляющее большинство граждан нашей страны работает, реально работает, на разных местах, а зарабатывает деньги для самих себя, для своих семей. Зарабатывает буквально, начиная от куска хлеба до квартиры, автомобиля, хоть даже до поездки в этот самый Кипр, или какие-то другие, для каких-то других целей. Они что, кто-то за них это делает? Подавляющее большинство людей делает это самостоятельно, несут ответственность за себя, за свою семью, за своих близких, за своих детей, и более того, помогают, значит, пытаются пробиться туда, пытаются пробиться сюда. Как это не самостоятельно? Все очень самостоятельно. Более того, кстати говоря, тоже такое яркое наблюдение, российские граждане за рубежом, например, это очень видно, насколько российские граждане за рубежом, я бы сказал так, иногда в хорошем смысле, иногда в негативном смысле, агрессивны, предприимчивы, энергичны, в гораздо большей степени, чем граждане многих других стран. И сказать, что они не самостоятельны, ничего подобного, все очень самостоятельны. У нас есть несколько сфер общественной, человеческой жизни, которые искусственно, в течение долгого времени были выведены, намеренно, властями были выведены, из-под контроля подавляющее большинство граждан. Самая главная эта сфера, кто имеет политическую власть в стране, кого мы можем избирать в качестве наших представителей, кого мы можем избирать в качестве руководителей по тем вопросам, по тем сферам, которые мы доверяем им принимать решения. Вот эта сфера жизни действительно была выведена из-под контроля и жителей Российской империи, и жителей Советского Союза. Она стала возвращаться только в конце 80-х, в начале 90-х годов в нашу жизнь, в течение 10-15 лет были неустойчивые, противоречивые попытки, сейчас снова она выводится. Не вы решайте, мы решаем. Опять попытка узурваться, как раньше говорили, вторичное закрепощение крестьян. Но при этом пропаганда очень активно говорит о том, что россияне заинтересованы именно в стабильности, а не в смене власти. Это также цитата, Андрей, как вы вот сегодня случайно наткнулись, вчера наткнулись на вот этот репортаж, так же я. Я аж обомлел. Я думаю, вот вы, это не коллеги, кстати, это не журналисты, которые сидят на яме, я не знаю, кто это такие вообще. Это пропагандисты, это самое мягкое, что вам может... Как вам не стыдно, я знаю, кто из вас куда ездит, какие отпуска, в каких странах вы бываете, и вот с умной, простите, мордой на деньги налогоплательщиков, да, вот такой чушь нести, оскорблять всю нацию. Стабильность для нас важнее, чем смена власти. Ну понятно, стабильность проживания их там в Куршевеле или в Лондоне, это, конечно, самая важная вещь. Дело в том, что это тоже процесс обучения, это процесс национального обучения, это процесс обучения всего общества. Голосовать, выбирать своих представителей, в том числе и ошибаться. Как отдельный человек может ошибаться, так и нация может ошибаться. И как мы видим, иногда она ошибается, и ошибается довольно серьезно. Но из этих ошибок в целом и нация, в целом общество делают выводы. Да, мы сделали здесь ошибку, мы избрали не того, мы назначили не того, в следующий раз мы исправим эту ошибку. Право на исправление ошибки принадлежит ни Богу, ни царю, ни лидеру, ни вождю. Оно принадлежит всему обществу, всему народу. У нас это право отняли. Вот именно это важно, потому что вот этот принцип юридического равенства, во-первых, а во-вторых, получение права на избрание, на назначение своих представителей, своих руководителей. Вот эти два важнейших элемента. Это воссоздание правового общества, во-вторых, это создание политически свободного общества. Согласен, 100%. Давайте послушаем, хотя бы пару-тройку звонков. 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм, это наши средства коммуникации. На портале идет также и прямая веб-трансляция. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут, Алё? Добрый вечер, Александр, спасибо за интересного гостя. Единственное, у меня, Юрий, к вам микропретензия такая, в чем дело объясню. Условия Андрея, он же является одним из кандидатов на выбор в координационный совет. Нет, получается, вы ему предоставляете немножко, ну, более широкий... Неправда, вот, Александр, я не хочу сейчас в полемику вступать, я понял, о чем. Но в пятницу в минувшую у меня было три кандидата, да, в координационный совет. До этого с Волковым был Стариков и еще один кандидат в координационный совет. Вы знаете, я не участвую вот в дебатах, в этих выборах, я в них буду участвовать как избиратель зарегистрированный, да, зарегистрировавшийся. Но вот к гостям я отношусь ровно. Мне, я Андрея Ларионова позвал сюда не как кандидата, а как эксперта, с которым мы встречаемся достаточно регулярно, как только позволяют наши графики, да. Что касается других кандидатов, вот так же, как и в пятницу, вот я методом тыка сказал, этот, этот и этот, мне интересны. Пришли, один цельный, другой слабее, третий ярко выраженный. Нет, вот не участвует... И потом, мы официально не участвуем в радиостанции Финам-ФМ, не участвует как федеральный телеканал Дождь, вот в этих выборах, да. Мы их освещаем. Иларионов сегодня эксперт, а не кандидат в Координационный Совет. Вы знаете, я, Юрий... Но я не оправдываюсь. Хотите воспринимать Иларионова как кандидата, воспринимайте как кандидата. Нет, я бы считал, потому что на самом деле эту тему поднял я, а не вы, кстати говоря. Так что, если уже претензии предъявлять, то тогда Александру надо претензии предъявлять, скорее всего, мне, а не Юрию. Но в данном случае я на это пошел специально, но не для того, чтобы проводить собственную кампанию, а для того, чтобы привлечь внимание к самой идее Координационного Совета. Потому что при всех недостатках, которые есть, там и технические, и содержательные, и структурные, сама идея Координационного Совета, с моей точки зрения, совершенно правильная. Более того, это та идея, которую я лично выдвинул совместно с Гарри Каспаровым еще в 2006 году. Тогда, в 2006 году, весной 2006 года, мы обсуждали, вот что можно делать. Мы выдвинули тогда концепцию «Другая Россия». И тогда была коалиция, которая, это, кстати говоря, впервые, вот в последнее время, идея была не партийного объединения, не идеологического объединения, а объединения межпартийного, межидеологического. Несмотря на то, какими идеи близки нам, какие идеи мы сами, идеями мы придержимся, или какие цели мы пытаемся достичь, главное, чтобы представители разных политических и идеологических взглядов имели возможность общаться друг с другом, обсуждать эти проблемы. Первый шаг был «Другая Россия» 2006 год, потом 2007 год. Затем из этого выросла идея Национальной Ассамблеи, в 2008 году она была создана, и тогда были приняты важнейшие, с моей точки зрения, документы юридического плана. Это хартия Национальной Ассамблеи и политическая декларация Национальной Ассамблеи. После вот нескольких лет работы мы все дружно пришли к выводу, абсолютно необходимо проводить, не только мы тогда Национальную Ассамблею сформировали по принципу кооптации, и, естественно, это одно из самых слабых мест этой концепции, необходимо проводить выборы. И в течение нескольких лет мы готовили эти выборы, потом вот возник Оргкомитет по протестным действиям, и, слава богу, после некоторого времени и представители Оргкомитета тоже пришли к этой же самой идее. И сейчас вот создание Координационного Совета — это естественное развитие тех идей, которые в течение вот уже более шести лет отстаиваются, проводятся в жизнь с каждым шагом на новом, на более серьезном уровне. И сейчас это развитие этой идеи. Это действительно развитие идеи, включение. Там не только либералы, там и левые, там и люди, придерживающиеся националистических взглядов, там есть гражданские активисты, там есть представители религиозных конфессий, которые выступают. Это наше общество, это срез наше общество. Мы как угодно можем относиться к этим идеям. Это все наши граждане. Других писателей у нас нет. И это вот этот принцип юридического равенства. Все имеют право в этом участвовать. Каждый имеет право доказывать свою точку зрения, агитировать, выступать, привлекать к себе внимание. И вот эта идея является гораздо более важной, чем судьба того или иного человека. Попадает он в Координационность, не попадает в Координационный Совет. Более того, я хочу сказать, что те, кто попадет в Координационный Совет, у тех будет очень тяжелая жизнь. Это сейчас кажется, что это будет легко. Им будет гораздо сложнее, чем тем, кто туда не попадет. Спасибо огромное. Наше время завершилось. Андрей Ларионов. Реальное время. Финал АФМ.